Продолжение следует... Ужин нас дай врагу, да, ну хуй с ним, бля, я жрать хочу. У меня такое... Чем я больше ем перед сном, тем я лучше сплю. То есть если я поем мало, я могу буквально через час-через два проснуть, и у меня будет живот от голода болеть, мне придётся встать, что-нибудь поесть. Вот, ну вот уже где-то года два я к играм охладел, я уже стал играть намного меньше. То есть если я раньше проводил, например, по 12 часов в день, то сейчас я... То встал я уже где-то года два, я, например, стал играть, ну, максимум, часа 30 или 2, или даже меньше. Вот. И в основном я что делал? Если меня какая-то игра интересует, я находил её прохождение в интернете и смотрел. Вот. То есть мне... Раньше у меня было такое то, что мне хотелось всегда самому играть в игру, самому её проходить. Если мне игра нравилась, я её проходил больше одного раза, больше двух, там, например, первый Silent Hill я около 30 раз прошёл. Вот. То есть игры, которые мне нравятся, я много-много раз проходил. Вот. То есть мне хотелось именно самому играть, именно самому проходить, и не один раз, много раз. А где-то уже года два, вот, у меня нет такой цели именно самому играть. То есть если меня игра интересует, я смотрю её прохождение. Если мне она нравится, то я её скачиваю там, или покупаю, играю там. Новогоднее обращение Медведки. Медведка, а мы тебя слушаем. Вся страна! Мы гордимся тобой! Милиция, полиция, разницы нет. Я не знаю, ребят, что за фигня происходит с людьми, которые сидят на форуме Funkill Souls, но, видимо, они меня вообще не понимают, считают меня вообще, не знаю, дураком, придурком, я не знаю, как ещё назвать, в общем, раньше было то, что я выкладывал видео, как я скачивал Dead Space 2, как я начинал играть, радовался там, блин. Вот, но я там немножко дурачился, бесился там, ну, немножко тупил, короче. Вот, они меня посчитали полным придурком, что, блядь, ты на всю голову, короче, ебанутый, ты, мол, псих, тебе надо психушку баниться, короче, ложиться в психушку, короче, засрали меня конкретно. Короче, сегодня нам чуть не выломали дверь, чуть не выломали, буквально вот чуть-чуть оставалось, и дали срок две недели, чтобы мы собрали вещи и уехали, и никакого суда нахрен не нужно для этого. Ну что ж, всем привет, сейчас 22 число, сейчас 22 часа, как раз, когда я записываю это видео. В общем, сегодня, то есть, прошлое видео, которое я записывал, когда хотели вскрыть дверь, они, ну, так и не вскрыли, но дали, как бы, да, нам две недели, чтобы я тебе все в прошлое видео рассказывал. Но сегодня, на этот раз уже все, вскрыли дверь, вошли в квартиру, и, причем, так получилось то, что мы, конечно, надеялись, что такого не будет, но это произошло, конечно, чего мы не ожидали. Они вскрыли квартиру, стали заходить, вот этот вот Александр, который вскрывал квартиру, плюс еще там с ним кто-то был. Я, то есть, он входит в квартиру, я на него иду вперед, то есть, чтобы его вытолкнуть, чтобы его не пускать в квартиру, а он меня берет вот так вот за горло и прям к стенке прижимает. Говорит, ну что ты, мол, там мне, прям за горло берет, к стенке меня. Потом от мамы что-то там начала кричать, мол, что ты, мол, на сына лезешь, давай, мол, меня трогай. Вот, и он тут отпустился и пошел в комнату смотреть уже, где какие вещи, как хозяин. То есть, вот, то есть, получилось так то, что нам никто не помог, никто. То, что мне говорил там Симонов, еще все говорили то, что, типа, надо ждать суда, без суда ничего не будет, а оказывается, как, по закону без суда они имеют права войти вскрыть, вот. Пиздец, один сверлит, другой стучит, нахуй, третий дрочит, четвертый срет, блядь. Да я говорю, пипец, один сверлит, другой стучит, еще один, еще хрен, еще что-то делает, блин. Блин, переехали, нахуй. Неделю назад я посидел в ванне первый раз, например, за год или даже за полтора года, вот. А у нас, как вы знаете, стоят счетчики на воду, вот. А, в принципе, на воду, особенно на горячую, тарифы достаточно дорогие, вот. Я посидел в ванне, ну, как обычно, я налил полную ванну воды, ну, может, полчасика посидел, в ванной посидел, то есть всю ванну воды, полная ванна, короче, вот, потом я, когда уже хотел, решил уже мочалкой потереться, да, я встал, начал спускать воду, вода стала спускаться, я стал мыться под душем, вот. И, ну, собственно, мама об этом, как бы, да, узнала, ну, я ей сам, в принципе, все рассказал, да, заяву, что я в ванной посидел, ну, все такое, первое, что она мне сказала, первое, что она мне ответила, ой, как же много теперь в этом месяце у нас воды, надо будет платить за воду, как же много месяцев теперь за воду нужно платить, ой, теперь не расплатимся. И, короче, где-то дня три назад я хотел подмыться очередной раз, очередной раз я пошел подмываться, открывая горячую воду, нет горячей воды, на той квартире, я не помню, я записывал видео или нет, по-моему, я фотки делал, но я не помню, фотки я выкладывал, по-моему, я в фейсбуке выкладывал, не помню, короче, на той квартире также, также я находил там, где под этим, там же, где под раковиной, там, где должно быть мусорное ведро, под раковиной, на кухне, там же дверца закрывается, такой небольшой шкафчик, там, короче, я находил кучу всякой еды там, ну, там не то, что еда прям, Там было кофе, хлеб. То есть, это она то, что ела. Она складывала мусор. Я же не буду в мусорке копаться. Правильно же, что там внутри? Вот. То есть, видите, а потом, когда ей сказал про мусор, она сказала так, она подумала, типа, да, надо, типа, в другое место складывать. И вот она стала складывать весь мусор сюда. Видите, какой-то тут уже пакет большой набрался. То есть, long story short, как говорится, да? Типа, краткая история. Конкурс отменен. Все, короче, в жопу. Ничего не будет. Вот. Девушка у меня так и нет. Я так и остался один. Story of my life, как бы. Story of my life. Я все время один. Все время мне никогда не получается, да, ни с кем познакомиться. Если какие-то отношения, то это все только, ну, ну, дружба только, френд-зона, как говорится, да? Ничего такого больше, вот. Она мягкая, понимаешь? Звонок. А он не работает. Я же был у Толика. Здравствуйте, это Ярмоленко Игорь. Дневник, я за днем. Я посылку привез Толику. Толику? Это Игорь. Ребят. Да, да. Вообще я знаю, не будешь подходить. Он на кубы, наверное, в Щелковской не будьте, блядь. Не будешь подходить, он вообще на балкон ушел, все, не могу ничего. Смотрите, смотрите, как сделаем. Я оставляю посылку здесь возле двери. Потому что это Симонов нас так уже синить, как он называет, снеговым. Я понял, я понял. Ты боишься всего, понимаешь? Как вас зовут? Алена. Алена, смотрите, мы сейчас посылку оставляем здесь и уходим. Так что открывайте дверь. Вы понимаете, что вы на одной щелковке уже так терроризировали, вы знаете эту ситуацию, правильно? Все, все, проблем никаких нету, просто хотел с ним поздороваться, с Толиком. Если он боится, то... Он не боится, что он уже монотопно терроризованный. Ну, понятно, Ален, Ален, все. В общем, посылка стоит здесь. Мы сейчас уходим, минут через 10 забирайте, чтобы соседи ваши... Все, удачи вам, здоровья, всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok